Ребят, открылся новый проект, где вы можете приобрести гемы по доступным ценам. Я ссылочку на этот сайт оставлю в описании. Здесь также есть крутые сундучки, которые можно открыть и получить абсолютно любой товар. Гемы, аккаунты, деньги, легендарочки. Здесь все написано, инструкцию почитайте, прежде чем открывать что-то на сайте. Здесь есть мини-игры, то есть вы ставите какую-то ставку. Давайте вот, к примеру, создадим игру. И я сделаю ставку, ну, к примеру, 10 рублей. И нажимаю синий король и отправить. Все, буду здесь ждать игрока. Заходите, участвуйте. И кто-то из нас победит, рандомным образом вообще. И вы можете между собой здесь играть и, естественно, выигрывать деньги. В общем, ссылочку на этот сайт оставлю в описании. Также здесь по промокодам будете получать бесплатные гемасики. Обязательно заходите и играйте на этом сайте. Ссылку на него оставлю в описании. Всем привет, дорогие друзья. Новый выпуск по роялю. Ну что ж, продолжаем обозревать обновления. Сегодня поговорим про новые колоды, которые станут имбой. Я уже ознакомился с обновой. Вот эти все квесты. Это все прикольно. По фану. Новый режим. Также иногда играю. Весело, круто. Но все равно это не то, ради чего я готов убивать в свое время. Я лучше в гранде буду катать, чем фармить вот здесь этот огромный сундук. Но это по фану. Ну, буквально на 1-2 недели. Потом оно мне надоест. Напишите в комментариях вашу оценку и ваше мнение про обнову, да и про режим. Про все напишите. Нравится вам, что нравится, точнее, что не нравится. Делитесь своими эмоциями в комментариях. И обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И сегодня, ребят, колода будет со спарки. Я не думал, что когда-нибудь опять буду называть спарки имбой. Хотя были такие моменты, что я фанился со спарки. И знаете, неплохо так получалось. То сейчас она реально стала тащить. Она очень стала крутой. Но только, ребята, поймите меня правильно. Естественно, если вы сидите на 5000 плюс кубков. И против вас подбираются топы, которые 5800, рашат 6000. Естественно, они не дураки. И смогут ее задефать. И, естественно, будут составлять контр-колоды против нее, если ее будут использовать. То на низких аренах, я вам гарантирую, вы будете всех разрывать. У нее перезаряд теперь, ну, очень быстрый. Она реально очень часто, блин, стреляет. И это круто. Сегодня я вам покажу атаки, которые я вчера на стриме провел. Вы просто посмотрите, каких игроков я выносил. Полностью фуловых Пеку. Смотрите, у противника есть Пека. Есть Молния. Есть Зап. Есть Громовержец. Вот эти 4 карты меня полностью дефают. У меня дека с Гигантом. Гигант с парки. Пека плюс Громовержец. Это на изи дефает. Но у меня получилось его затащить. И, блин, это круто. 3-3 эликсира. Колода дешевая. Крутая. Я вам еще покажу деку с Коргигом. Также улучшили Теслу. Там с Кладбищем отдельная история. В общем, это я все вам покажу в следующих выпусках. Вы обязательно подпишитесь на колокольчик. Нажмите, чтобы быть в курсе всех событий. Итак, теперь погнали посмотрим, как я играл с этой колодой. Первый повтор. А, кстати, я забыл похвастаться. Я ведь вчера зашел в местном топе. Занял первую позицию. А был до этого, ну, там, 20-е место или 30-е. Не знаю. Взял с парки. И просто без поражений всех выносил. Я был в шоке. Естественно, возможно, это временно. Возможно, позже опять научатся ее контрить. Ну, на данный момент, в первые дни, все офигели. Реально. Вот все мои противники офигели. Вот я вам сейчас покажу повторы. Вы будете сами в шоке. Таких противников со спарки выигрывать. Это просто шок. Смотрим. Итак. У меня есть сразу спарки. Естественно, я буду... Там я на стриме немножко отвлекался. Поэтому, возможно, делал какие-то ошибки. Но результат боя все равно был в мою пользу. Итак. Я выпускаю сейчас спарки. А нет. Я жду какое-то действие от противника. Я уже не помню. Это было вчера на стриме. Кстати, ставьте лайк и пишите в комментах, кто был вчера на стриме и смотрел эти все атаки. Он выбрасывает трех миньонов. Я выбрасываю спарки. И он ставит пеку. Конечно же, блин, для меня это уже было не то, что удивление. Но я был немножко расстроен. Потому что, ну, пека контрит меня. И тут я подбрасываю, смотрите, еще пламенного. Он выбрасывает гоблинов. И смотрите, в спарке уже перезарядилась. Ну, блин, он успел выбросить молнию и спарки мою уничтожил. Но она реально очень быстро перезаряжается. Ее реально трудно сейчас контрить. Громовержца ухудшили немножко. То есть ему там, я не помню, хитпоинта вроде сделали меньше. Какой-то процент, да, ему уменьшили. Меньшили, но это снизит, естественно, проценты его использования на арене. И его будет меньше. Соответственно, это дает второе дыхание спарки. Но опять же таки, если будут очень часто использовать эту карту, спарки я имею ввиду, то громовержец все равно останется в колодах. Потому что он, как никто другой, ее дефает просто на изи. Я, конечно, не понимаю, как противнику с таким рекордом, с таким опытом, с такой прокачкой удалось мне проиграть. Потому что, ну, реально, ну, громовержец, 2D фейт на изи. Что он делал, я не понимаю. Вот смотрите, сейчас мы уничтожаем ледяного голема и уничтожаем гоблина. Вместо того, чтобы кинуть спарки, он выбрасывает трех миньонов и ставит пеку. И ставит пеку. И мы, смотрите, что делаем с пекой. Просто он пока уничтожал гиганта, мы уже уничтожили пеку. Вы представляете? И у него нет эликсира сейчас на грома. И он решает слить ледяного голема. Все, смотрите, смотрите, что он делает. Он не может выбросить грома просто. У него эликсира не хватает. Он мелких юнитов выбрасывает, но спарки настолько быстро перезаряжается. И вот только сейчас он выбросил громовержца. Когда на вышке уже 600 хитпоинтов. Вы скажете, да это противник, ну, вообще, что он творит. Я вам сейчас покажу еще парочку повторов. Это не случайность, ребята. Это закономерность. Я выиграл несколько таких игроков. И вот у меня, понимаете, еще такая тема. У меня пламенные спарки. И эти две карты будет дефать одна его карта за 4 эликсира. А у меня нужно потратить на вот эти две карты 10 эликсира. То есть, ну, реально у него была контрадека. Ну, да, я вот сейчас пересматриваю повтор. Я вижу его грубые ошибки. И на мое мнение непонятное. Потому что как можно было не задефать спарки, когда у тебя громовержец. Ну, там остается 300 хитпоинтов. Я бросаю стрелы. И там одна тычка от гиганта. И это все уже победа. И вот смотрите, по-моему, сейчас мы уничтожили просто и хого, и грома почти. Блин, ну я вчера просто ловил пан нереальный от этой игры. И мне реально понравилось. И возможно, реально... Блин, я сколько раз сказал слово реально. Возможно, эта карта не будет прям, ну, реально как... Ё-моё. Извиняюсь за то, что я постоянно повторяю одно это слово. Возможно, эта карта не будет врываться прям вот топ-топ. Что её будут все использовать, как-то будет тащить она жёстко. Возможно, нет. Но всё-таки я буду получать удовольствие от того, что она не такая убогая, как была до этого. И шесть эликсира теперь реально не оправдываются. Потому что до этого, согласитесь, спарки, ну, просто... Ну, это не карта, это овощ какой-то был. Любая командка и рарка была намного лучше спарки. Поэтому я очень рад, что её бафнули. И теперь, возможно, хоть появится много разных колод и тактик других. Ну, теперь давайте посмотрим ещё несколько повторов. Вот, против Голема, ребят. Голем и все леги пятого уровня. Вы представляете? Ночная ведьма пятого уровня, дровосек пятого уровня. Чтобы вы понимали... Ну, вы посмотрели, да, мою прокачку. У меня вроде гигант одиннадцатого. Чё я жалуюсь. Но это только рарки. А если сравнивать легендарные карты и эпические карты, то у меня далеко они не фул. То есть, спарки у меня вообще третьего уровня. Эпики... Ну, да, эпики у меня седьмого. В принципе, там, уровень разница. Но всё равно это тоже решает. Итак, я выбрасываю пламенного дракона и выбрасываю спарки. Я, кстати, играл по скайпу с кристалом тогда на стриме. И он мне говорил, что это, как бы, контра небольшая. Тебе будет сложно. Потому что, ну, пятые леги, Голем, все дела. Но смотрите, что я сделал с Големом. Я его просто расщепил, как будто это Хог был. А я выбросил Инферно, либо Варвара. Я не знаю. Но вышку потерял, конечно же. Это, конечно, не избежать. Я тут немножко расстроился, потому что... Блин, ну это даже расстроился. Это... Это мягко сказано. Минута боя прошла, а я уже потерял одну из башен. Конечно, я уже, блин, думаю, ну, камон. Нет, эта колода не тащит спарки говно. Всё. Но смотрите дальше. Он выбрасывает пушку. Пушка тоже, блин, восьмого уровня. Смотрите, сколько урона наносит, если её не дефать. Вроде бы её не так много используют людей. Но, как видим... Я не помню, пушку бафнули или нет. Вроде бы её тоже улучшили. Я выбрасываю гиганта вперёд. Чтобы спарки спокойно дамажила Голема. И смотрите, она только выстрелила. И вот уже второй выстрел. И опять, смотрите. Оп-оп. И вот уже третий выстрел. Блин, да её скорость реально крутая. Плюс летучие мыши были там на гиганта. Я успел использовать зап. Но, как видим, гигант не выжил. Так как пышка и пятая ведьма моего гиганта уничтожили. Но спарки успевает сделать выстрел. И тут я уже понимаю, что у меня есть небольшой шанс. Ну, хотя бы не на победу, а на ничью. Вот здесь бандитка плюс дровосек, конечно, было сильно. Кристалл говорит, что здесь кривая спарки у меня была. Хотя я так и рассчитывал, чтобы бандитка на неё не сагрилась. И продолжаю свою атаку. Выбрасываю гиганта. Идёт на меня... Точнее, идёт сзади спарки. Выбрасываю ещё пламенного дракона. Смотрите. Уничтожаем пушечку. Выбрасывается с его стороны летучие мыши плюс маленький дракончик. И мы это всё дело забираем. Он выбрасывает ведьму. Оп. И нету ведьмы. И только спарки выстрелила по ведьме. И тут уже перезаряд восстановился. И она выстрелила по вышке. Ну, и видим, что противник уже, конечно, какую-то хрень начинает делать. Ну, реально, как можно выбрасывать под заряд спарки юнитов, которые там по 4 эликсира стоят. Ну, то есть, это его ошибка. Он принимает решение. Он понял, что ему вторую звезду не забрать никак. Он идёт на трёшку. Я решаюсь тоже забить на деф. Только вот за исключением дровосека. Сейчас буду гигантом отвлекать его дровосека. Потому что с дровосеком они бы быстрее забрали. Ну и всё. Смотрите. Он пропускает гиганта из спарки к вышке. Я использую зап. И я, естественно, сношу его быстрее. Голема, ребята. Голема и пятой легендарки сношу со спарки. Блин. Да ну. Это реально топчик. Ну, там ещё был повтор против Арбалета. Тоже вот снёс игрока. 5-700 кубков. Вот трёх мушкетёров просто запушил. Тоже со спарки. Но это был Core Geek у меня. В общем, ребята. Это к тому, что эта легендарка реально теперь легендарка. А не какая-то там, блин, ненужная карта всем. Вот теперь реально она приж... Блин. Я устал говорить слово реально. Извините. Не могу подобрать синоним. Эта карта будет тащить. Серьёзно. На низких аренах, ребята, используйте. Если она у вас есть, тащите. Я вам гарантирую, она будет тащить. Я буду бусты делать с ней. Покажу ещё парочку онлайн-атак. И несколько вариантов других. Не только с гигантами пламенным. Эту деку мы составили чисто байт на зап. Но мы сделаем ещё несколько колод. Если хотите, обязательно пишите в комментах, хотите ли вы продолжение. Но сейчас давайте сыграем одну онлайн-атаку. Но только я хочу сразу вас предупредить, что вот раз-раз не приходится. Естественно, я могу проиграть. Блин, ребят, хотел сходить в поединги. Показать какая-то крутая колода. И в итоге два раза проиграл. Вот с этим противником я проиграл, потому что затупил. И мне нечем было контрить сборщик. Естественно, у него больше преимуществ. Он быстро прокрутился. И за счёт того, что сборщики были. И за счёт двойного эликсира, естественно, затащил. Мне не хватает какого-то фаербола. Возможно, составлю ещё какую-то колоду. Вот здесь вообще без комментариев, ребят. Противник 6300 кубков. Играет с пятыми легами. Ещё у него в колоде граммовержец. То есть, ну блин, он меня просто задефал на изи. Я вот одно не пойму. 4800 кубков. Рекорд 6300. И он сидит на 4800. Блин, что с тобой не так? Скажи, что с тобой не так? Почему ты сидишь так низко с пятыми легами? Мразь. Вот, давайте заберём квест. Не квест, а ачивку за то, что выполнили квест. Ух ты, мы золотой сундук можем открыть. Давайте откроем, почему бы и нет. Квест это прикольно. Следующий у нас сундук огромный. Кстати, у кого супермагический, напишите в комментариях. Я видел скрины, что у кого-то супермагический сундук. Ладно, поехали в бой. Но опять же, ребят, я вначале вас предупредил, что колода против топов, возможно, не будет работать. Так как ещё граммовержец присутствует в колодах. А на низких кубках на изи вы будете тащить. Я вас уверяю, ребят. Можете не сомневаться. Да вы, думаю, и сами знаете, увидели, что спарки может. Вчера на стриме люди просто были в шоке, что она творит. Так, ну что, поехали. 12 уровень. Ну, хорошо, что хоть не фулл прокачка, надеюсь. Ждём, ждём какое-то действие от противника, потому что если я выброшу спарки сейчас с какой-то стороны, то зап, окей, он слил зап. Спасибо. Это зелёный цвет для спарки. Точнее, свет. Поехали. Три мушкетёра, опять. Опять три мушкетёра. Ай, блин, ладно. Ладно. Так, коблины. Единый дух. Единый дух, так как он слил зап. Надеюсь, что сейчас заберём его трёх мушкетёров. Еее, да. Видели, как он выбросил варваров? Ну, немножко не по таймингу. И смотрите, они не успели уничтожить спарки, как она перезарядилась и забрала варваров. Вот она мощь, вот он, вот он порох в пороховнице. Опаньки, да, дружище, не надо было сливать зап. Это, конечно, фиаско. Так, ну что? Я, блин, не знаю, боюсь идти на трёшку, ребят, на самом деле. Ну, давайте пойдём на трёшечку. Ой, на трёшечку. На вторую коронку сейчас справа. Потому что слева, я думаю, что мы уже на двойном эликсире заберём. Опять спарки. Ой, опять трёх мушкетёра, понимаете? Опять эта колода, которой я проиграл до этого. Ну, здесь у меня уже ситуация немножко получше. Здесь у меня получше. Так, у него, блин, есть за. Вот это, конечно, плохо. Оп, смотрите. Оп, отлично. И минус мышка, смотрите, просто. Я не могу, что происходит. Как так вообще? Блин, ну это топчик, согласитесь, ребят. Мы ещё даже две минуты не прошло боя, а мы уже забрали две вышки у него практически. Так, три мушкетёра в одну сторону. Ну, конечно, может быть, ну, потому что, ну, кто так выбрасывает трёх мушкетёров? Так, давайте гиганта сюда поставим. Хорошо. Хорошо, давай, надеюсь, запа у него нету. Отлично, отлично. Так, тут у нас три миньона полетят. Хорошо. У нас есть стрелы, если что, на его орду миньонов. Вот они, стрелы полетят сейчас. Так, ну мне надо добить ещё его левобашню. Ну, давайте, поехали. А, вот такой гиг три мушкетёра. Ну, блин, противник нуб. Противник подобрался нуб. Ну, всё равно, ребят, я думаю, что, если вы сидите на три тысячи, на четыре тысячи, вам такие же будут противники подбираться. Ну, не могут вам подбираться сильнее, чем у меня. Поэтому вы будете тащить. Если вам не подходит колода с гигом и спарки, пишите в комментах, чем вам лучше несколько колод со спарки с гигантом, либо с коргигантом. Пишите в комментах. Конечно, с гигом будет получше заходить, чем с роял гигантом. Но всё-таки, если у вас он не прокачан, то я сделаю ещё один вариант. Обидно. Немножко слился. И теперь я в местном топе третье место. Ну, блин, не беда. Не беда ещё до конца сезона. Сколько у нас? Да, ещё 26 дней. Ещё успею кубки поднять. Кстати, посмотрите на количество моего золота. Сейчас бы ещё плюс два золота мне. И у меня будет шесть троек. А что я могу? Как я могу повысить? Ай, блин, испортил всё. В общем, ладно, ребят. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, нравится вам вновь или нет. Ставьте лайк, если ждёте новые выпуски. Я желаю вам удачи, ребят. До новых встреч. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»